Встреча сад Встреча сад Встреча сад Встреча сад Встреча сад Встреча сад Когда мы подойдем к какому-нибудь саженцу. Но пока я скажу в целом. На нас обрушилась страшная беда. Только ради этого, я надеюсь, стоило ко мне приехать, чтобы все услышали. Прошел год после наших же с вами съемок. Никто не почитался, как соседи и весь Саиногорск. Режет, так и режет. Значит, резать деревья больше нельзя. Черный рак. Этот черный рак уничтожил большинство яблонь. Началось майне, перекинулось. Потом Айдай, потом Сизая, потом Суботина, потом пошло-пошло, вся Хакасия. Так, друзья мои, мы находимся в одном из Саиногорских садов. Вот, по чрезвычайным обстоятельствам, перед вами мертвое дерево. Одно из десятков тысяч мертвых деревьев. Остальные будут мертвы в течение года-два, потому что эпидемия продолжается уже третий год, примерно. Я хотел вам показать, на что обратить внимание и что можно сделать. Ну, получается так. Посмотрите на это дерево крупным планом. Кто-то еще сомневается, спорят со мной московские специалисты. Это никакой это не рак. Поглядите сюда. Это так называемое сажистое образование. Омертвение. Это точечки уже, капсулы вскрылись. Это раковая капсула. Из них уже высыпались самые настоящие споры грибковые. Да, гриб. Но гриб какой-то особый, скоротечный. Таких у нас никогда не было. Яблони болеют раком всегда. Болели только старые, болели долго. Можно было отрезать ветку, продлить век 5-10 лет. Все. Эпидемия уничтожила не меньше половины Саиногорских садов и не меньше половины Саиногорской славы. Больше яблоня урая у нас нет. В прошлом году мы сняли такой же сюжет. Те яблони, вон они, за вашими глазами, спинами. Уже пни. Следующее поколение еще моложе. Дальше найдем еще моложе. И повторяю еще раз и буду повторять всю оставшую жизнь. Не делайте никаких обрезок на дереве. В данном случае речь идет о яблонях. Хотя я противник безудержной обрезки всех видов. Пока рак, пока эпидемия касается только яблонь. Но яблонь наша гордость, наша слава. И мы были экспортерами яблок. Скоро мы будем сами их покупать. Вы попали в человека, который отрицает полностью всю технологию. Это звучит неожиданно. Значит, сад задернен. Никто не обижается, кто к осенью приезжает и не скажет, что здесь растут вшивенькие полукультурки. Вот. Здесь растут лучшие сорта в России и в мире. Это значит, что за мои слова я отвечаю. Сад задернен. И никаких не может быть черного пара, никакой перекопки почвы. Никогда. Только окошение травы, потому что скошенная трава – пища для червей. Точка. Считается как? Что корни в среднем заканчиваются там, где проекция кроны. На самом деле, она не выходит дальше. А дальше уже следующая груша. Вот она. Какие тут грядки? Лучше грядки держать отдельно. Раз. Потом большие деревья грядки затеняют по мере роста. И есть еще третья причина. Она очень важная. Дело в том, что в моем саду, единственном в России, культивируется максимальное количество муравьев и муравейников. Вот. Грядки и муравейники несовместимы. Там, где грядки, там нет муравейников, там деревья беззащитные. Перед листогрызущими, перед плодожоркой, перед сокогрызущими насекомыми. Вообще беззащитные. Ну, вы же видели эти сады. Особенно, кстати, в майно также участки небольшие. Умудряются прям чуть ли не от штамба начинать, правильно? Несмотря на то, что полдня затенения, солнце мешает нормально развиваться овощам. Ну, и деревья такие, в первую очередь, кандидаты на гибель. Вот. Если подкармливать, то чем? Минеральное удобрение. Ну, это, мягко говоря, потом эти я... Мало нам этих импортных яблок отравленных, еще и у себя выращивать. Перегноем делается так. Значит, в прошлом году сюжет был. А яблонька, допустим, ну, вот такая. То есть, это не яблонька, это абрикос, да? Вот он на холмы посадим. Вот его проекция кроны, значит, вот здесь перегной сыплется. Вот такая вот здоровенная уже груша. Значит, где она будет? Сыпаем перегной. Вот здесь. Почему? Здесь кончики корней. Самые кончики, вот тут они. Не там, а именно здесь. Вот ориентир. Проекция кроны. Где кончики вот этих веток, там большинство кончиков корней. Большинство. Хотя они и сюда уходят. Вот. Поэтому я считаю, сад и грядки несовместимы. Грядки мы должны растить отдельно, чтобы им тоже нужно... Они же тоже с тропиков. Им нужно солнце круглый день. А не попробуй вырасти в тени. Весенний период рекомендации такие. По погоде. У нас бывали весной ни капли дождя. Чуть ли не... Особенно, когда сад посажен молодой. Чуть ли не ежедневный полив. Бывали, вот как сейчас, прекрасные дожди регулярные. И до этого дня, слава богу, полива практически не нужно было. Кроме самого момента посадки. Вот. Нормы полива для меня не существуют. Почему? Та же рекомендация поливать по погоде. О нормах не может быть и речи. Другое дело, что деревья, о чем мало кто знает, больше боятся избытка влаги. Чем недостаток? Недостаток влаги они переносят, используя внутренние резервы. Закрывает устица, закругляет листья, мало испаряют. А вот когда избыток влаги, это для многих из них катастрофа. Особенно, если деревья выходцы из таких мест засушливых. Это груша, это абрикос. Поэтому тут надо соблюдать крайнюю осторожность. Поливать ни в коем случае с запасами, как принято говорить, чуть ли не месячный запас. Рассчитают норму, на день нужно 3 ведра, умножают на 30. Это дикость, потому что деревья просто умирают. Значит, надо умудриться так понять, чтобы поливалось верхний слой примерно 20-30 метров. И когда он высыхает, полив повторяется. Это может быть в жаркую и засушливую погоду каждые 2-3 дня. Существует несколько способов полива. Большинство из них искусственные и, к сожалению, неестественные. Я их даже называю извращенные, все кроме одного. Если с неба у нас падают дожди, значит, наш полив должен повторять ту самую небесную механику. То есть, ну, вы видите примерно вот этот распылитель. Мы его только сейчас включили, он не готов фактически. Обычно это 6-3-4 метра. Еще вот такое движение по окружности. Мелкое распыление. И деревья поливаются сверху. Полное повторение божественного промысла. То есть, повторение должно быть строго по Богу, как Бог велел и как природа велела. Сверху деревья умываются. Деревья смывают с себя пыль. Когда полив щадящий, когда он не так быстро, а вот видите, потихонечку, успевают загерметизировать свои жилища муравьи, которые наши главные помощники. Это их объявили врагами народа и придумали яды по унисожению. А я говорю, наши главные помощники. Мне муравейников десятки видели. Поэтому мы тоже должны о них заботиться и полив из этого делать щадящий.